Спустя три года судебных тяжб, история со смертельной дракой на Старом Базаре подошла к логичному завершению. Напомню, в конце июля 2020 года между компаниями Лопатина, Старцева и Рохлова началась драка, в результате которой погиб Павел Рохлов. Роковой удар нанес Михаил Старцев. За это он получил 6 лет строгого режима. Сторона Старцева подала ответный иск за избиение на Дмитрия Лопатина. Судебное дело по нему завершилось сегодня. Изначально прокурор предложил для Лопатина 2,5 года в колонии-поселении. Сторона Старцева придерживалась мнения об общем режиме, ну а судья вынесла приговор 2 года условного осуждения. Я считаю, что справедливый приговор, но в плане наказания, учитывая личность и характер поведения Лопатина, можно было дать и лишение свободы реального срока. Также суд освободил его от денежных взысканий, однако теперь Лопатину предстоит отмечаться у участкового. Подобное наказание можно считать мягким, учитывая, что максимальный срок по статье об умышленном причинении вреда средней тяжести до 5 лет лишения свободы. По словам адвоката Старцева, это предсказуемая мера. Да, учитывая то, что ранее Лопатин не судимый, но однако вот его поведение, в том числе имевшее освещение в средствах массовой информации некоторое время назад, полагаем, что приговор не соответствует характеристике личности Лопатина. Адвокат Старцева пока не знает, будут ли они подавать апелляцию. Сторона Дмитрия Лопатина от комментариев отказалась. Однако, как нам стало известно, защита все же хочет обжаловать решение суда. На последнем слове Дмитрий Лопатин сказал, что не считает себя зачинщиком той драки. Однако общественность и сторона Старцева уверены, именно его навязчивость погубила несколько судеб. Данил Кузнецов, день с толком.